всем привет привет дорогая для меня был огромный сюрприз увидеть тебя здесь я прям не ожидала аляна бывшая участница телепроекта дом 2 строила отношения тоже с участником проекта там они поженились у них родился ребенок вообще мы были три раза в браке то есть мы женились разводились опять женились саша очень вспыльчиво на проекте очень часто дрался в браке прожили 4 года все эти четыре года у меня была жизнь вот вот в такой вот то есть постоянно дрожь у нас были ссоры драки измены что ли мне это шутка это шутка я сейчас на данный момент вспоминаю свою прошлую жизнь как страшный сон а у тебя есть ощущение что он хочет вернуть тебя нет я не думаю что он хочет вернуть меня соляне я не испытываю никаких чувств абсолютно соляной не связаны никакие отношения кроме того что у нас есть сын меня как бы сейчас все хорошо даже в личной жизни как много молодого еще к за маркус мне даже удивительно вообще просто как такой человек оказался со мной рядом потому что это просто полная противоположность моего бывшего мужа и сейчас я действительно я могу сказать я я счастлива но именно присутствие бывшего мужа не дает мне полностью расслабиться и просто жить той жизнью которая есть у меня сейчас как бы живут в одном городе то в другом и вот как только я куда-то приезжаю он приезжает туда значит там снимает жилье рядом живет под предлогом что как бы ребенок что я хочу быть рядом с ребенком и смотри я так понимаю он всячески хочет участвовать в твоей жизни в жизни ребенка при этом каждый раз прикрывается робертом вообще я был против такой позиции типа мама с папой не общаются но аля она выбрала другой путь у нее там отношения свои и она не хочет общаться никак со мной собственно говоря я навязываться не буду меня устраивает то как я общаюсь со своим сыном когда мне нужно я звонил приезжаю беру его и мы собственно выезжаем куда-то когда мы разошлись я полностью сама обеспечивала ребенка и никогда не подавала на алименты я все время жалела город да блин да вот у него наверно нет денег вот он сам там еле-еле как-то там не знаю живет вот такой непутевый бывший муж может и поплакать и на жалость надавить я сама ему даже где-то денежно помогала потому что у него была тяжелая ситуация я понимала что у него у него нет друзей кому бы он обратился когда мне где было жить моя семья и я мы как бы помогали ему и он жил сначала у дедушки моего потом жил у моего отца в доме если бы у нас например не было бы ребенка это другая история мы бы с ним вообще не общались я бы не уверена ты выпускаешь жить домой при этом ты все время оправдываешься ребенок но не в свой дом в дом родных не всегда его жалкой мне кажется какая-то созависимость есть однозначно зависимости зависимость ваш как будто это классно саша он взрослый дядя будем откровенны я вообще если честно не понимаю рвение алианы помочь контролировать все и быть такой мамой а почему не возникает чувство жалости мне кажется полян просто не может провести границу между своей жизнью чужой как будто бы ты его не отпускаешь я обожала ее смех вот заливистый прям такой да зачастую на проекте да или мы куда-то выходили гулять но ситуация к сожалению с сашей гобозовым и вот с его вот отношением к ней и их скандалами и ссорами она подкосила алианочку она закрылась замкнулась мы стали реже видеться встречаться верните мне пожалуйста мою алиан алиан проблема есть действительно и нам есть чем тебе помочь мы сделаем все возможное чтобы твоя жизнь изменилась алиана считает что бывший муж мешает ей строить личную жизнь его постоянное присутствие она оправдывает желанием саше принимать участие в воспитании общего сына роберта психолог владимир дошевский готов разобраться в проблеме алианы мне бы хотелось чтобы было общение минимальное только по поводу ребенка чтобы он не лез в процесс воспитания если он минимально проводит время с ребенком приходит там не знаю там раз в месяц раз в два месяца и мне кажется что все таки я должна принимать решение как воспитывать ребенок и в этом тоже ну возникают споры какие-то говорю бывшему мужа неплохо было бы если бы ты финансово помогал своему ребенку он начинает повышать голос начинает использовать там не цензурную брань в разговоре со мной я не так воспитываю ребенка как нужно любые отношения даже негативные это и есть отношения и все это время у алианы и саши с момента встречи всех их трех браков и разводов продолжаются отношения и мне кажется алиана не была готова их закон есть что-то в вас что как будто бы вас продолжает связывать да это чувство жалости чувство вины когда например он просит мне помощи если я не помогу то я потом буду плохо чувствовать себя как будто бы взяли за него ответственность все-таки этом не чужой какой-то человек не какой-то прохожий все-таки отец ребенка для того чтобы жизнь не сводилась контроля своего бывшего очень четко нужно провести границу своей семьи очертить вот таким мелом круг кто является твоей семьей и кто не является вот бывшую не является частью твоей семьи он важный человек жизни ребенка но в твоей жизни он является не я придумаю вам эксперимент который позволит вам разобраться в своих границах и который позволит вам вот но что-то сделать с этим самым чувством алиана обладательница красивой улыбки но все ли у нее в порядке с зубами расскажет стоматолог олег конников те реставрации которые на сегодняшний день находятся у вас полости рта они абсолютно отвечают эстетическим требованиям но не совсем отвечает функционально нижняя челюсть у нас изменила свое положение немного ушла получается к правому плечу вот это произошло потому что с правой стороны мышцы работают намного активнее и все это немного деформирует ваше лицо угол горизонта вектор губ это проблема в шейном отделе позвоночника а вот это овал лица и вот с правой стороны мышцы работают значительно сильнее чем с левой стороны и голова имеет некоторый наклон посмотрите на глаза на плечи на гортань вот это конкретный фактор повышенной нагрузки когда у нас убор убор соприкасается вот при таком факторе у нас зубы очень быстро разрушаются поэтому наша задача сделать большой функциональный анализ и посмотреть в каком положении находится сустав и в зависимости от этого мы выберем на такое достаточно оптимальное лечение я узнал очень много интересного что помимо просто эстетики и лечение есть еще и работа с челюстью то есть от этого зависит как выглядит лицо и шея зоны декольте даже следующим этапом преображения алианы будет консультация косметолога юлии чеботаревы алиана привет привет скажи пожалуйста что тебе нравится что нет в своем лице что может быть ты хотел бы изменить я хотела бы сделать свой взгляд более открытым это видимо у меня такое строение глаза именно вот навесшая века конечно мы можем поработать с формой глаза сделан ботулинотерапии что мы собственно и предложили алиане но мне например больше не нравится ее круги под глазами и принципе мы тоже с этим можем поработать да и взгляд будет более яркий возможно что-то еще профессиональным взглядом ты увидела вот мелкие такие как закрытые комедончики пупырышки видишь но они у тебя по всему лицу мы решим это при помощи специализированной процедуры hydra facial и алиана в итоге будет выглядеть лучше про круги мне рассказали на консультации то есть я этого даже не замечала за собой и ситуация улучшилась но то есть их стало практически не видно алиана мечтает освободиться от влияния бывшего мужа чтобы понять в каком направлении нужно двигаться психолог владимир дошевский приготовил для нее интересный эксперимент здравствуйте для на добрый день как вам это место очень интересная как вам кажется что здесь может происходить здесь свадьбы проходят вот видите есть специальная арка через которую можно пройти надеюсь это не свадьба будет я пригласил сюда алиану для того чтобы разрушить ее границы алиана не подозревает что ее ждет но ее ждет что-то совершенно особенное и на ближайшее время полностью оказываешься в распоряжении екатерины александровны тебе нужно выполнять абсолютно все что она будет тебе говорить я сначала была немного удивлена немножко волновалась но в любом случае все новое мне интересно алиана молоко простыло надо по-быстрому зайти теленка напоить а он меня не лигнет возможно ли я ж не знаю не боюсь на 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 давай ведро пальцы другие ну конечно содержит я договорился с катериной моей помощницы с тем что она будет тритарная и жесткая и держи пальцы на рту он обсасывает мою руку были очень непонятные ощущения мне было страшно что он может там укусить было бы чем укусил бы просто у него зубов то нет все 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 ты все выпил мы начали с очень простого испытания но сложность их будет увеличиваться от раза к разу ну вот тебе две корзинки в левую ручку и в правую в одной будешь кормить другую яйца собирать когда екатерина повелительным тоном мне что-то говорила я не видела смысла с ней спорить или хамить ей то есть даже если мне что-то было не очень комфортно как бы я просто принимала ее такой какая она есть у чернушки самые вкусные яйца поэтому их надо у нее взять точно не надо нет точно ну хорошие давай договоримся с тобой ну давай давай все видишь мы уже подружились давай ты мне дашь свои яйца и я уйду как я не горячая прости прости я не скажу что я справилась прям на сто процентов но все равно сам процесс меня как-то увлекал мне интересно что еще будет выбери которую будешь даете вот это вот она поближе просто давай гладь его чтобы она чувствовала что ее пришли даете непонятно чего к ней приставают так можно ставить по мере того как рост градус наших испытаний я ждал момента когда аляна откажется или может быть в процессе работы у него возникнет вопрос зачем я это делаю так а как если вот она сжимая и чуть-чуть протягивая вниз не сильно ура дзынкнула подаемки да вот это да если честно то я не поняла как этот эксперимент не помогает а ты знаешь какое самое лучшее удобрение для орхидеи ну вот по ходу вот это вот да да конский навоз его надо бережно выбрать из остального мусора аль она не отказалась убирать навоз потому что она привыкла соглашаться с тем что ей предлагают авторитетные люди и очень сложно говорить нет возможно в отношениях со своим лучшим мужем есть что-то схожее в этом плане вот смотри видишь вот который аккуратненькие целенькие собирает все а верхние собирая в одной ведерко а нижние собирая во второе ведерко красное произведение искусства ну да да мне это как девушки было неприятно ну раз так получилось я не стал ни с кем спорить и не стала никому ничего высказывать моя цель была дать тебе возможность соединиться со своими негативными эмоциями они могли возникнуть потому что с какого перепугу вот я заявлял одну проблему но общение со своим бывшим мужем да мне почему психолог заставляет убирать навоз за лошадями ты имела полное право на злость абсолютно абсолютно полное злилось в том то и дело вот точно также ты не злишься и поэтому ты не замечаешь когда твои границы продавливаются другими людьми я не могу сравнить две вот эти ситуации если в ситуации с бывшим мужем я действительно как бы хочу сказать нет но не могу потому что где-то мне жалко где-то у меня возникает чувство вины то то что было сегодня я не не хотела говорить нет то что алиана не отстаивает свои границы это факт она сама это прекрасно понимает я очень надеюсь на то что эхо этого эксперимента она будет еще догонять алиану дальше и может быть через какое-то время она действительно вот войдет в контакт со своими чувствами она сумеет говорить нет алиана в юности работала моделью но после рождения сына и неудачно завершившегося брака находится в поисках нового женственного стиля для себя сумеет ли стилист катя гершуни найти для нее идеальное решение алиана но ты красотка мне кажется такая героиня как ты это просто мечта стилиста высокая стройная красивая девушка тебе вообще все идет честно говоря мне можно посмотреть уже я хочешь посмотреть на себя очень-очень вот она это очень необычно летняя яркая и очень не классно необычное сочетание цветов важно чтобы цвета были примерно одинакового градуса до одинаковой насыщенности на себе яркая тиффани яркий апельсин и такая же яркая фиалка. И тебе такие яркие сочетания очень подходят. Спасибо большое. Так, дорогая моя, пойдем переодеваться в следующий комплект? Пойдем. Пойдем. Это очень красиво. Скажи, прикольно. Ты можешь этот сложный костюм надеть не только с такими нежными, романтичными босоножечками. Можно надеть простые белые кеды, просто поменяя возможно черный топ на футболку спортивную. А короткий пиджак с чем можно сочетать? Если ты наденешь, к примеру, джинсы мамс, да, или бойфренд, это тоже будет хорошо выглядеть. Все, дорогая, спасибо тебе большое за твое доверие. Спасибо тебе большое за то, что ты была моей героиней, моей сладкой. Алиана осталась довольна образами от Кати Гершуни. Далее ее ждет встреча с визажистом Сердаром Камбаровым и стилистом по волосам Евгением Жуком. Алиана, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, вот я смотрю на твои волосы, ты что-то пробовала, какие-то эксперименты делала, над своей... Что я только не пробовала. У меня были короткие волосы, длинные волосы, было милирование, были разноцветные волосы, то есть было все абсолютно. А какой цвет твой натуральный? Натуральный цвет вот как корни. О, я по твоим седым волосам могу понять, где начинается крашивать. У меня есть седые волосы. Ну, их немного. Столько, сколько было мужчин у тебя? Один. Да? Именно он вот здесь вот на матушке? Ну, тогда, тогда я вам верю. Алиан, вот ты сейчас поправляешь полотенце, и уже красиво. Ну, уже красиво, но, может быть, всегда лучше. Ты, кстати, часто делаешь себе макияж? Часто. Давай вот тему макияжа обсудим с Сердаром. Привет. Привет. Посмотри, какая красивая девушка. Очень. Я знаю, что у тебя есть парень, он придет на финал. Скорее всего, нет, так как он не публичный человек. Мне бы хотелось увидеть глаза твоего любимого, когда он увидит тебя после преображения. Потому что я уверен, что это будет круто. Да, он удивит. Пойдем? Все, я готова, да. Это необычный разрез глаз, очень красивый на самом деле. Они у тебя большие и немножко опущены уголки. Хотелось бы спросить совета, как бы лучше бы смотрелся макияж на моем лице, так, чтобы убрать вот эти вот недостатки... Нюансы. Нюансы, да. Итак, для начала мы сделаем тон, немножко добавим бронзера и приступим к макияжу глаз. В первую очередь я нанесу такой светло-бежевый оттенок на подвижное веко при помощи пушистой кисточки и растушую эти тени. То есть это должен быть такой базовый цвет, который наносится на все веко, но он не должен быть темным. Также этот цвет немножко наносим на нижний век. Далее берем тени более темного оттенка, пушистую кисточку и затемняем немножко складку, акцентируем на внешнем уголке, и если есть нависшее веко, мы его слегка затемняем. Итак, дальше следующий этап. Мы рисуем стрелку под середину глаза, под углом, так, чтобы глаз немножко приподнимался, ориентировочно 25-30 градусов. Мы прорисовали стрелку при помощи коричневого карандаша и делаем продолжение по листичному контуру до внутреннего уголка глаза. Получается вот такой эффект. Перезагрузка Алианы подходит к концу, и через мгновение она увидит себя в новом образе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Это очень необычно. Разные были образы, но я себя в таком образе не видела. Мне это действительно очень нравится. И стрижка, и длина, и стиль. Когда я открыла глаза, первый самый эффект, прям такой вау, я себя не узнала. Мне понравилось, как я выгляжу. Алиана, я поздравляю тебя, дорогая, с преображением. Спасибо. У тебя потрясающий мейк и просто бомбезная прическа. Но мне больше бы хотелось поговорить про твои преображения внутренние, что изменилось тебе. Ну, я могу сказать, что... Спасибо тебе. Спасибо. А это подарок позже, скажем. Спасибо. Теперь я буду работать, чтобы выстроить правильные границы с бывшим мужем, не нанося никаких травм для ребенка. Подарок для Роберта. Здесь часы. В эти часы вы можете вбить номер папы и мамы, и папа и мама всегда будут дозваниваться до своего ребенка. Этот подарок полезный для всех. Причем и для меня, и для Роберта, и для бывшего мужа. Потому что теперь Роберт сможет общаться с Сашей непосредственно напрямую, не дергая меня. И так, я думаю, что будет комфортно всем. Вау! Красотка! Аленка! Да, у нас это будет! Я боюсь ее поднять, не трогайся! Какая-то прикольная! Аленочка, блин, зайка, слушай, ну красота! Ну, Вилли, вообще шикарно. Алена поменялась не только внешне, но и внутренне. И это говорит о том, что все внутри, она, видимо, пришла к какому-то своему балансу. Видимо, то, что мы видим снаружи, то у нее происходит и внутри. И она начала свисти и пахнуть. Вау! Вообще удивительно! Ребят, я хотела вас искренне поблагодарить, потому что вы просто гениальная тройка. Я уверен, наши телезрители сейчас в полном восторге. Думаю, что моему молодому человеку тоже очень понравится. Он будет просто шокирован, когда меня увидит. Кстати, вот то, что касается молодого человека. Да. Я, как женщина, которая тоже когда-то была замужем, пережила развод. У нас тоже остался с моим бывшим мужем сын. Но я очень хочу тебе сказать, что для того, чтобы успешно строить свою жизнь дальше, для того, чтобы создать новые успешные и гармоничные отношения, необходимо остаться для ребенка родителями, но перестать быть мужем и женой со своим бывшим мужем. Я тебе очень сильно желаю преодолеть этот период как можно скорее. Я с Катей полностью согласна. Очень важно не тянуть вот эту энергетику из прошлых отношений. Я буду работать над этим. Мне нужна была эта поддержка, и я ее получила. Спасибо. Всем я довольна перезагрузкой.